Здравствуйте! В эфире городское телевидение. Сегодня наша съемочная группа прибыла на территорию загородного лагеря Городок Солнца. 11 июня здесь начался 54-й летний оздоровительный сезон. О том, как готовились к приемке детей взрослые, что появится в загородном лагере нового и какую оценку дали коллективу солнечного города представители приемной комиссии, которая здесь побывала накануне, мы сейчас спросим у директора Городка Солнца Елены Погребняк. Лагеря Городок Солнца Так что все в порядке, все хорошо. Лето 2016 года это уже 54-й летний сезон в оздоровительном лагере Городок Солнца. Скажем прямо, желающих отдохнуть у вас гораздо больше, чем может вместить Городок Солнца. В чем секрет успеха? В чем секрет? Посмотрите, вот он. Вот. Каждый ребенок здесь находит дело по душе. Каждому ребенку в этом месте комфортно, удобно. Буквально вчера мы с ребятами договаривались, говорили о том, что вот это место, которое до нас стояло 50 лет, после нас еще будет стоять очень много лет, потому что оно так, вот оно такое, оно правильное, оно счастливое. И здесь нельзя позволять себе ничего отрицательного, здесь нельзя сквернословить, здесь нельзя курить, потому что здесь было хорошо нашим бабушкам, здесь было хорошо нашим родителям. И я их спросила, со старшими разговаривала, с младшими. Поднимите руку, кто привезет сюда своих детей. Все до одного. Лес рук был, да, обязательно Городок Солнца будет стоять вечно. Вот такая у нас установка. Каждый сезон в детском оздоровительном лагере – это новые впечатления, увлекательные приключения и незабываемые эмоции. Вот это новые идеи какие-то. Каждый раз вы удивляете своих воспитанников какими-то сюрпризами. Где черпаете идеи? Черпаем идеи во многих местах. Главное место – это головы наших сотрудников. Дело в том, что у меня очень креативная творческая команда, которая сработалась давным-давно. Мы действительно очень скучаем друг по другу, пока идут, как сказать, холодные зимние месяцы. И когда мы встречаемся, прежде всего, хорошо нам вместе – педагогам, молодым педагогам, воспитателям, вожатым. И идеи приходят. Ну, прежде всего, вы знаете, что генератор идеи – это Алла Борисовна Бердникова. А дальше мыслями, делами, какими-то интересными трактовками обрастает это все уже вот здесь, прямо на территории. Родители, отправляющих детей в загородный лагерь, привлекает не только материально-техническая база этого учреждения, но и профессиональный педагогический коллектив. Лагерем руководит опытный, известный в городе педагог Елена Погребняк, под началом которой сформирована дружная, работоспособная команда. Большая часть вожатых и воспитателей городка Солнце – это в прошлом воспитанники загородного лагеря. Городок Солнца для меня – это большая семья. Каждое лето, приезжая сюда, ты понимаешь, ты попал в родной дом. Свежий воздух, дети, которые, они бывают надоедливы, но они все равно любимы. Для меня городок Солнца ассоциируется только с семьей. За три смены детский лагерь «Городок Солнца» Северского трубного завода примет чуть более тысячи детей. Сегодня лагерь является современным оздоровительным комплексом с развитой инфраструктурой. На его территории расположены 10 корпусов, столовая, клуб, крытый бассейн с подогревом и водоочисткой, два футбольных, два баскетбольных и волейбольные поля. В лагере существует традиция проведения тематических смен, которые в игровой форме рассказывают детям многогранность окружающего мира и благотворно влияют на социальную адаптацию ребят в современном обществе, в том числе и в «Городке Солнца». Вы знаете, мы решили не снимать кино, потому что снимают кино все. У нас была такая смена, она была очень удачная. Два года назад мы снимали кино и прошло это хорошо. Мы назвали наш все лето, знаете, таким интересным, как бы вот общим понятием детское время 2016. 20-16, то есть в 20 часов 16 минут у нас происходит самое интересное событие в нашем лагере. Итог дня, какое-то мероприятие, какое-то интересное знаковое событие. И поэтому само понятие время, умение им управлять, задуматься о том, кто ты есть в этом понятии время, научиться размышлять о том, что делает время с историей, что делает время с человеком. Вот, наверное, это основная идея, основная мысль. Возраст жителей «Городка Солнца» колеблется от 6,5 до 15 лет. Как стараетесь угодить каждому и всем тем, кто сегодня здесь живет? Надо, чтобы горели глаза одинаково, чтобы горели глаза у воспитателя, которому, допустим, уже скоро 50, чтобы горели глаза у ребенка 6,5 лет. И тогда любая идея, она подойдет к любому возрасту, это точно, абсолютно. Мы никогда не разделяем, вот это мероприятие для малышей, это мероприятие для взрослых. Вот, у нас, у нас все занимаются одним общим делом, каждый находит себе что-нибудь. Сегодня в лагере проходит конкурс по созданию лучшего телевизионного сюжета. По задумке организаторов, каждый отряд – это отдельный телеканал, который готовит к эфиру спецрепортаж о жизни в «Городке Солнца». Ребята стараются показать и рассказать о новых впечатлениях, увлекательных приключениях и незабываемых эмоциях, которые дарит им загородный лагерь. Лагерю «Городок Солнца» уже 54 года, на следующий год юбилей. Подготовка начата или все еще на уровне? Идеи, мысли? Нет пока, но я так думаю, они появятся. Две пятерки, скорее всего. Ну, я не знаю, даже еще не думали. Ну, думаю, что будет интересно. «Городок Солнца» входит в число лучших оздоровительных лагерей Свергловского области, где созданы все условия для полноценного и комфортного отдыха. Ежегодно в нем отдыхают около тысячи маленьких полевчан. Это не только дети металлургов, но и ребята из многодетных, социально незащищенных семей, воспитанники детских домов, дети, родители которых работают в бюджетных и других организациях города Полевского. Елена Юрьевна, лагерь носит статус оздоровительного. Какое оздоровление без вкусного и горячего питания? Ваши партнеры – это уже проверенная команда профессионалов УРС-СТЗ. Вы работаете с ними в сотрудничестве? Согласовываете меню? У нас ведь стабильный состав поваров. Я работаю седьмой год, я работаю только с этой бригадой. Они знают вкусы наших детей, они знают, что детям по душе, что нет. Буквально сегодня утром мы обсуждали с Галиной Ивановной, как чуть-чуть подкорректировать меню, для того, чтобы еще добавить каких-нибудь вкусностей в рацион наших деток. И, в общем, эта ситуация постоянно находится под контролем, и наши повара знают, как угодить. Лишь бы не было дополнительной, извините, подпитки неправильной, вон там, из-за арки от любящих родителей, которые иногда со своей любовью забывают о том, что о детском здоровье надо беспокоиться. Городок Солнце – это такое сочетание современной инфраструктуры и каких-то музейных экспонатов, отголосков Советского Союза. Как обыгрываете тематику? Ну, так скажем, это наш бренд. Потому что вот эта вот особая архитектура, которая присутствует в лагере, возраст которого 54 года, да и зданием тоже очень многим 54 года, это и наша боль, это и наше счастье. Когда мы отреставрировали вот эти корпуса, три, которые у нас есть, в которых внешний вид, значит, вот лагеря 60-х годов, а начинка совершенно современная, которая позволяет детям отдыхать в комфортных условиях, вот мне нужно, чтобы бабушка, которая приехала к внуку в гости, или дедушка, или родители, сказали, о, я в этом корпусе был, а вот здесь происходило вот это, а вот здесь я играл в футбол, а вот здесь я потерял полотенце. Вот понимаете, вот именно на этом и держится идеология нашего лагеря. То есть лагерь любили до нас, лагерь будут любить после нас, а мы его маленькая красивая частичка. В лагере проведена коррецидная обработка, и что можете сказать, какое внимание уделяется безопасности детей? Комиссии, которые проверяли лагерь перед тем, как сюда заехали дети, вынесли однозначный вердикт, лагерь безопасен для детей. У нас были очень, как сказать, подробные, тщательные проверки каждого закуточка, каждого уголка, и пожарная безопасность, и безопасность Роспотребнадзора. Все вынесли однозначное решение, что лагерь приемки детей готов. И поэтому действительно, и я очень надеюсь на то, что отдыхать, наши дети будут отдыхать безопасно. Что можете пожелать всем тем, кто сегодня томится в ожидании списков на вторую и третью смену? Вот, будь моя воля, я бы приняла здесь тысячу человек, и каждому нашлось бы, вот понимаете, каждому нашелся бы осколочек вот этого счастья, которое мы здесь испытываем. Находясь недалеко от города, городок Солнце органично вписался в окружающий лесной ландшафт и радушно встречает своих гостей, создавая для них обстановку незабываемого, уютного, солнечного уголка. Ароматы леса и чистота воздуха создают благоприятную атмосферу для отдыха и оздоровления детей. Это была программа «Принципиально о важном» и ее ведущая Ксения Болзенкова. Смотрите нас на городском телевидении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова